В Омске активизировались телефонные мошенники. Схема та же потерпевшие новые. Очередные пенсионеры поверили человеку, который представился полицейским. Бабушки и дедушки перечислили лже-правоохранителю более 1 миллиона рублей. Вот они требуют 300 тысяч, иначе мы посудим на 7 лет, с другого режима. Сообщил пенсионерке Наталье Ивановой по телефону неизвестный голос. Мужчина представился сотрудником полиции. Рассказал, что у ее сына неприятности. Он избил прохожего. Потерпевший готов не писать заявление. Замолчание требует 300 тысяч рублей. Он плачет прямо. Говорит, мама, выручи, я тебе все верну. Выручи меня, только понимаешь, такая неприятность у меня. Ну как не поверить. Бабушка передала через курьера все свои сбережения. Через 5 минут ее сын вместе с женой и внуком пришли домой. Были в театре. Пенсионерка вызвала полицию. От правоохранителей узнала, что на удочку мошенника клюнули уже 5 человек. Все люди преклонного возраста. Следователи выяснили, что звонили из Сургута. Лже полицейским оказался заключенный. А меч, отбывавший наказание за разбой. В цель сбора доказательств по уголовному делу допрошены 6 потерпевших, более 20 свидетелей. Истребованы 30 детализаций телефонных звонков. Была учтена служебная командировка в город Сургут, где в исправительной колонии по месту отбывания наказания подозреваемого проведен обыск. В ходе чего обнаружены изъяты 6 телефонных аппаратов, серийные номера которых совпадают с серийными номерами телефонов, с которых очтели звонки потерпевших. Заключенного этапировали в Омск. Мужчина во всем признался, рассказал, что до своих жертв дозванивался методом подбора. Остальное дело техники. Взволнованные пенсионеры сами сообщали всю информацию. Данные родственника – его местонахождение. С языком статья 159, часть 3. Мошенничество, совершенное в крупном размере. Сумма ущерба – 1 миллион 250 тысяч рублей. Известно, что деньги пострадавшие передавали заключенному через курьеров. Родственников арестанта они и перечисляли злоумышленнику суммы на счет. Расследование уголовного дела продолжается.